Если вдруг по каким-то причинам илоноводород будет проскатить не через этот белок, а через какие-то другие белки, то начинается разобщение дыхания и фосфорилирование. Это происходит у животных, когда они спят в спячке зимнего, в муром жире. Это происходит у собак, которые трясутся в тремуре. Здесь они как-нибудь в грекции, но на самом деле там разобщение. В бане это происходит, по крайней мере мне так кажется, что серьезных исследований что-то я никак не могу найти. А в саммит мы сделали следующее. Пошли в баню, я сам пошел в баню, взял газоанализатор. Ну, не в баню, а рядом с баней. В баню зашел, нагрелся до температуры 40 градусов. В ухо вставляешь термометр электронный, да, он сразу дает температуру. Это вот с точки зрения похудения интересно. Выходите из бани и начинаете изнырять потребление кислорода. Ну, в течение двух, трех, четырех минут. У вас сначала огромное потребление кислорода, ну, где-то 2-3 литра. И постепенно снижается, но все равно на уровне полтора-два литра остается в минуту. А то очень большая мощность, соответствует 150 ваттам включения на белый аргометр. Спрашивается, откуда же эта энергия берется и почему она используется в виде... Мы же молекулы ТФ не тратим. А дыхание идет. Так вот это и есть разобщение. Дыхание идет, углекислый газ вырабатывается, потребление кислорода идет, а ионы водорода не могут бегать, потому что ТФ-то много. Поэтому идет вот такое как бы разобщение. И при этом образуется много воды, поэтому вы его потеряете. Если вот таким образом ходить в баню, нагревая тело, остужая его, нагревая, то можно по 10 заходов делать без всякого вреда и без выделения пота. То есть не надо потеть в бане. Потеть в бане – это глупость. Зачем терять генеральные вещества и все остальное? Надо войти в баню до первых признаков пота, нагреться. И выйти 5 минут под холодную душу. Опять нагреться только до первых признаков пота, опять выйти. И в результате потребление кислорода возрастает, а основным субстратом окисления в данном случае является жир. Вы начинаете съедать жир, который находится внутри ваших клеток. И в конце концов, потом ночью, тот жир вы перекочевываетесь. Но клеток, но не в андоминальных кислородах? Нет, только в 3 клетках. Отчасти это может происходить и через кровь, там жирные кислоты могут ускориться. Но пока свои собственные клетки жира не съешь, внутри этих капель, снаружи жир не пойдет. Нет, дальше вопрос.